МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, не осомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. И снова здравствуйте, товарищ Берия. Чего еще вы не знали о кровавом тиране и сексуальном маньяке Слубянке? Если бы прошел по Москве слух, что он хватает женщин на силу, очереди бы женщин выстроились. Кто изменил его биографию розчерком пера? Берия был главным соперником Хрущева, и на него, так сказать, был удар. Звездные войны. Кто бомбит нас из космоса сегодня? Кусочек железа, массы, как пуля, и летит, как пуля. И кто ударит завтра? Доказать, что это сделали США, будет невозможно, а удар будет, и последствия будут тяжелые. А также приметы и суеверия. Откуда они появились? Категорически нельзя на съемочной площадке грызь семечки. И чего боятся знаменитости? Я стоял за кулисом и сказал, нет, нет, я отсюда не пойду. Лаврентий Берия. Имя наркома внутренних дел стойко ассоциируется с жестокими репрессиями, массовыми расстрелами и сотнями изнасилованных женщин. Это с одной стороны. С другой стороны, Берия – создатель атомного проекта, образцовый менеджер и чуть ли не потерянный шанс державы. Два взгляда на одного человека. Два разных подхода к истории. Попробуем разобраться в жизни и смерти товарища Берии. В 2003 году актеру Владимиру Щербакову позвонили с Мосфильма. Голос на том конце провода произнес фразу, которая стала для артиста судьбоносной. Владимир Александрович, мы подозреваем, что у вас портретное сходство с Берией. Так Владимир Щербаков впервые сыграл Лаврентия Берию. Роль в фильме «Моя причистенка» была эпизодической. Но актера заметили. На сегодняшний день на счету артиста уже 20 ролей Лаврентия Павловича. А вы хорошо представляете себе, что значит сейчас отвлечение средств от насущных нужд фронта? В какой-то момент я понял, что это судьба, и надо мне знать об этом человеке все. То я перелопатил всю литературу, все документы, которые можно, до которых есть доступ. Чем подробнее актер изучал документы, тем отчетливее понимал. Лаврентий Берия – самая неоднозначная фигура в политической игре Сталина. К такому же выводу пришел и российский режиссер Карен Шахназаров. В 2012 году он снял фильм «Белый тигр», посвященный событиям Второй мировой войны. Перед съемками Шахназаров подробно изучил биографии главных героев сталинской эпохи. Мне кажется, в нашей историографии очень однозначном вошел, однозначной фигуры, так сказать, некого карателя, так сказать, и такого черного какого-то соблазнителя, актрис. В последнее время появляются исторические исследования, которые более объективно уже говорят, то есть фигура – это то, что называется исторически очень сложное. Конец 1926 года. Лаврентий Берия назначен руководителем ГПУ Грузии. Ему поручено вести дело у клонистов – националистической группировки, решившей добиться вывода Грузии из состава Советского Союза. Берия лично руководит арестами, одновременно избавляясь от политических конкурентов. Здесь же, в Грузии, он впервые проявляет себя и как успешный управленец. Сажая и расстреливая неугодных одной рукой, другой Берия вытаскивает республику из средневековой нищеты и безграмотности. Берия развивал национальную экономику и промышленность Грузии так, что она оказывалась встроена в общесоюзную экономику. Тем самым усиливая интеграцию Грузии с большой страной. Осенью 1938 года Иосиф Сталин вызвал Берию из Грузии и назначил его наркомом внутренних дел СССР. Сын известного партийного деятеля Георгия Маленкова рассказывает, в первую очередь Берия избавился от своего предшественника. Ежов был арестован в кабинете отца Берия и моим отцом. И сразу же после этого была объявлена амнистия, причем очень широкая. И были официально отменены противозаконные методы допроса и так далее. Жестокий каратель с одной стороны, эффективный управленец с другой. Так как же в одном человеке совмещались злодей и гений? Начало 40-х. Ученые США готовят испытания ядерной бомбы. Сталин обеспокоен. Советский Союз проигрывает в гонке вооружений. Атомная проблема. Когда для Советского Союза, для России ликвидация атомной монополии Соединенных Штатов была вопросом в прямом смысле этого слова жизни или смерти. Вождь народов снова бросает Берию на передовую. И тот берется за дело со свойственной ему хваткой. Он оставлял двух специалистов в кабинете. Говорил, у вас сейчас времени, вы должны выработать единое решение. Если два коммуниста за час не могут договориться между собой по вопросу, имеющему жизненное значение для нашей страны, значит, это не коммунисты, а в роде народа. И они договаривались. Историки рассказывают. Берия руководил жестко. Не брезговал шпионажем, арестами ученых, контролировал каждый шаг создания бомбы. Но этого требовали обстоятельства. Иначе Советский Союз еще долгие годы не смог бы провести испытания. Воспоминания канадского летчика, который в 44-м, по-моему, году, или в 45-м, привез из Канады обогащенный уран в колбе, в саркофаге. Вот. И встречал его ЗИС-110, когда летчик спросил, а кто там, кто был в машине? Ему сказали, Берия. Вот так, собственно, началась атомная бомба. Берия понимал. Для прорыва СССР необходимы ученые из немецких ядерных лабораторий и их разработки. По его распоряжению, в захваченном Берлине развесили объявление о том, что все мужчины мобилизуются на разбор завалов и захоронение трупов. Освобождаются только обладатели ученых степеней. И немецкие профессора явились для регистрации. Так у Советского Союза появились лауреат Нобелевской премии Густав Герц и физик-изобретатель Манфред фон Орденне. Семя Палачинска был создан благодаря Берии, на котором как раз в 49-м году, 29 августа, и была испытана атомная бомба. И все же историки настаивают. Деятельность Берии в годы войны, как и все другие события в судьбе этого политика, нельзя оценивать однозначно. То, что он был человек, как все они, кстати, как все это поколение, жесткое, прошедшее горнило гражданской войны, видевшее смерть, не очень ценившее жизнь человека, способное, так сказать, на, что называется, на всякое, это очевидно. А вот другой исторический факт. Через год после начала войны Иосиф Сталин замечает. В авиационной и танковой промышленности страны провал. В начале войны особенно у нас самолеты могли взлететь, могли стрелять. Или там могли стрелять, не могли взлететь. Вот этот перекос сначала пытался исправить Молотов. Но Молотов не справлялся. Уже в 46-м начнутся расследования и аресты по так называемому авиационному делу. За решетку попадут руководители авиационной промышленности и высокопоставленные генералы ВВС. А пока Сталин дает поручение Лаврентию Берии навести порядок самолетостроения. Его деятельность тут же дала о себе знать. То есть, как бы, самолеты стали взлетать и стрелять, и бомбить, и выполнять свои прямые предназначения. Точно так же, как и с танками было. Середина 50-х. По официальной информации, Лаврентий Берия арестован и должен предстать перед судом. Именно тогда впервые всплывают информации о том, что соратник Сталина причастен к репрессиям и массовым расстрелам. Вдобавок, Берию обвиняют в измене коммунистическим идеям. Но самое неожиданное, товарищ Берия предстает в образе сексуального извращенца и маньяка. Ну там же дико. Вот там, понимаете, Берия, значит, ходил по улицам, досматривал красивых женщин, хватал их, везли к себе в дом и насиловали. Берия был, ну, настолько громкий человек, звонкий. Если бы прошел по Москве слух, что он хватает женщин и насилует, очереди бы женщин выстроились, чтобы он какую-то схватил. Сексуальный маньяк. Это, пожалуй, самый популярный ярлык из тех, что когда-либо приклеивали к фамилии Берия. Если верить слухам, нарком СССР не только похищал и насиловал женщин, но еще и убивал их. А потом с особой изощренностью избавлялся от дел. Кидал их в ванну с серной кислотой и их растворял. Или другая мадемуазель, так сказать, весьма почтенного возраста рассказывала, как Берия после того, как, значит, изнасилует, он кидал женщин в камнедробилку и там перемалывали. Если бы на Малой Никитской работала бы такая камнедробилка, ее бы было слышно на ВДНХ. И все же, если эти истории выдумка, откуда в уголовном деле появился список из двух сотен женщин, объявивших себя любовницами Лаврентия Павловича? Все они работали на Берию, как информаторы или агент разведки, утверждают историки. Давая показания о своем бывшем шефе, ни одна не пожелала признаться, что промышляла доносами, стукачеством. Как ни пытались современные историки, но доказать удалось существование лишь одной любовницы Лаврентия Берии, той, которая родила ему внебрачную дочь. Остальные легенды о его сердечных и сексуальных похождениях – очередной миф. Так кто же так старательно дискредитировал товарища Берию? Согласно официальной версии, Берия был арестован на своей даче 26 июня 1953 года группой военных во главе с маршалом Жуковым. В этот же день Лаврентий Павлович был выведен из состава ЦК КПСС и исключен из партии. Через полгода, 23 декабря 1953 года, его расстреляли по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР как агента иностранных разведок. Официальная версия, она не выдерживает никакой критики, хотя и утверждает, что там чуть ли не 45 томов этого уголовного дела в отношении Берии. Но после 26 июня 1953 года никто Берию живым не видел. Современные криминалисты называют уголовное дело Берии невероятным абсурдом. Масса нарушений. В нем даже не было отпечатков пальцев обвиняемого и фотографии в профиль. Их и не могло быть, утверждает автор книги «Берия. Преступления, которых не было» Елена Брудникова. А на каком основании снимать у Берии отпечатки пальцев? Могли, конечно, снять кого угодно, но фотографию сделать было невозможно. Мне только одно объяснение. Он был мертв и тело сожжено. Так что же произошло на самом деле? В марте 1953 года умирает Иосиф Сталин. Разворачивается негласная борьба за власть. Из реальных претендентов с одной стороны Георгий Маленков и Лаврентий Берия. С другой – партийный босс Никита Хрущев. В чем конкретно была задумка непосредственно Никиты Сергеевича, никто сказать не сможет. Он сам никогда не говорил. Так кто же окажется у руля огромной державы? В конце 1952 года состоялся 19-й съезд ЦК КПСС. Однако большая часть его протоколов была уничтожена. И все же историку Юрию Мухину удалось восстановить некоторые подробности этого события. В партии был этот орган – Политбюро. На 19-м съезде этот орган управления страной был упразднен. Его не стало. Вместо этого органа стал президиум для управления собственной партией. Вот съезд так постановил, теперь у партии есть две задачи – пропаганда и кадры. Политбюро, а вместе с ним и Никиту Хрущева, лишили власти. По странному стечению обстоятельств, вскоре Иосиф Сталин умер. Современные историки утверждают, что его отравили. Похоже, подозревал это и ближайший соратник вождя народов – Лаврентий Берия. И начал свое тайное расследование. 26 июня 1953 года, когда Берия прибыл в Кремль, у него в портфеле лежала записка с просьбой КЦК дать санкцию на арест Игнатьева, который был тогда начальником охраны Сталина, мы знаем. А Игнатьев был человеком Хрущева, который в свое время перетащил его из Украины. И если бы пошли навстречу Берии и разрешили вставать Игнатьева, то следующим, кого арестовал Берия, это был Хрущев. Он это прекрасно понимал. Лаврентий Берия также начал активные преобразования в экономике и политике страны. За 112 дней у власти в тандеме с Маленковым он объявил очередную политическую амнистию. Передал ГУЛАГ в управление юстиции, выступил за самостоятельность республик. Хрущев, конечно, был интриган, но не настолько он был умен. Это уж я точно вам могу сказать, потому что я его хорошо очень знал. Просто дело в том, что после смерти Сталина Берия стремился быть первым в действительности любой ценой. Увлеченный реформами, Лаврентий Берия в конце концов проморгал момент, когда его предали самые близкие соратники. По одной из версий, даже Георгий Маленков отрекся от него. Современные историки уверены, у Берии не было шансов. Ему подписали смертный приговор. Он был просто убит 26 июня. Был убит в своем доме на Малой Никитской. Прямо из крупнокалиберного пулемета дом был расстрелян. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, кто отдал приказ устранить Лаврентия Берию. На тот момент это было выгодно и жизненно необходимо одному человеку. Очевидно, Берия был главный соперник Хрущева. И на него был удар. Сталина отравили, Берию расстреляли. А что сказать народу? Как скрыть исчезновение самых одиозных советских личностей 20 века? На Сталина они не могли, так сказать, в 1953 году особенно оттоптаться. Ни Хрущев, ни Маленков, ни Молотов, ни другие. Не могли. Еще, как говорится, не остыла всенародная скорбь по усопшему вождю. И Хрущев предложил, а давайте сделаем, что мы его арестовали. И вот теперь дело. И так это все проведем, как будто бы заговор был. Так Никита Хрущев и его команда сфальсифицировали уголовное дело в отношении Берии и подтасовали исторические факты. Это уже была хорошо отработанная схема, которую в свое время Берия сам успешно использовал для устранения своих политических конкурентов. Он был фактически расстрелян без суда и следствия. И на самом деле это было вообще преступление. Сегодня исследователи предлагают пересмотреть историю с другого ракурса. Один из биографов Сергей Кремлев даже написал книгу «Если бы Берию не убили, вечная память» и назвал наркома утраченным шансом державы. Фактически при Берии Грузия получила совершенно новый облик. И глядя на то, что Берия встав в начале 30-х годов и пребывая примерно 6-7 лет во главе Грузии, что он сделал Грузии, мы можем представить, что Берия сделал бы, если бы он оказался, ну скажем так, во главе Советского Союза. За Кавказье в 30-е годы. Грандиозное строительство дорог, жилья, университетов. Но мало кто знает, что с учетом местных климатических условий опытный управленец сам составил списки культур, которые в республиках выращивают до сих пор. Когда мы идем на базар и спрашиваем абхазские мандарины, надо помнить, что это именно его заслуга, что там появились такие гигантские сады. Об этом не писали в советских учебниках. Но когда Лаврентий Берия руководил Грузии, он фактически из руин поднял местную футбольную команду. Уже перед войной Тбилисская Динамо стала футбольной командой всесоюзного уровня. Да, конечно, Берия, как бывший чекист, патронировал именно общество Динамо. Но и все остальные виды спорта, физкультуры в Грузии развивались. И еще один малоизвестный факт. Знаменитые семь сталинских высоток в Москве были построены по эскизам Лаврентия Берии. То есть все вот эти вот башенки и так далее, он от руки нарисовал, набросал, и потом уже там создали проект и так далее, разработали. Так кем же был товарищ Берия? Кровавым диктатором или эффективным менеджером? Современные исследователи считают, Лаврентий Берия – человек своей эпохи, карьерист, ни в чем не перечивший вождю. Жесткий руководитель, не щадивший подчиненных и непревзойденный организатор. А мог ли он действовать иначе? Сегодня все больше документов из архива КГБ теряют гриф совершенно секретно. Раскрываются новые подробности из жизни известных деятелей Советского Союза. И кто знает, в каком образе предстанет перед нами Лаврентий Берия еще через несколько десятков лет. Кровожадным монстром или гениальным топ-менеджером Великой Стране. Пока ясно одно. Знаменитого наркома погубила созданная им же система. Смотрите далее. Это было главное шоу 2013 года. Когда ждать следующего удара из космоса? Будет колоссальное количество жертв, естественно, окружений. И кому на Земле нужны звездные войны? Сегодняшний ритм метеорную угрозу использует в качестве пиар-предлога для отвлечения внимания масс. Почему на китайских телефонах не бывает четверок? На многих телефонах всегда выставлены на рекламных снимках одно и то же время. И каких примет боятся знаменитости? Я обошел сцену и вышел с той стороны, с которой всегда выходил. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. После падения Челябинского метеорита в феврале 2013 года правительство России всерьез задумывалось о космической угрозе. Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил, необходимо создать систему обнаружения опасных для Земли объектов и их нейтрализации. Так существует ли на самом деле угроза из космоса? Сколько опасных метеоритов и астероидов могут устремиться в сторону Земли? И почему выгодно выделять огромные бюджеты на разработку противометеоритной защиты? Октябрь 2013 года. Урал, озеро Чебаркуль. Из-под слоя ила и песка, с глубины 11 метров, исследователи поднимают глыбу весом более чем в полтонны. Да, это он. Тот самый знаменитый метеорит. Так он выглядит сейчас. А вот таким его увидел весь мир. Падение Чебаркульского метеорита не смогли предсказать ученые-астрономы. Войска ПВО не успели выпустить ракеты, чтобы сбить летящую на Землю каменную глыбу. Только по воле случая обошлось без жертв. Специалисты, наблюдающие за атмосферой, теперь уже не пытаются скрыть, что Земля ежедневно подвергается метеоритным бомбардировкам. Метровые тела падают каждый год. Эта энергия примерно как у тех бомб, которые были взорваны над Хиросимой и Магасаки. Вот тела такие, как Тунгуска, от 50 до 100 метров, которые могут уничтожить крупный логоподис, падают раз в 300-1000 лет. Большая часть метеоритов сгорают в плотных слоях. Но те, что долетают до Земли, даже совсем крошечные, тоже представляют угрозу. Кусочек железа массой, ну, как пуля. И летит, как пуля. Он вполне опасен, если попадает вам в голову. На сегодняшний момент в Солнечной системе обнаружено более полумиллиона астероидов. В основном они летают между орбитами Марса и Юпитера. Но есть и готовые свернуть в сторону нашей планеты. Их порядка 10 тысяч. Среди них примерно полторы-две тысячи потенциально опасных. То есть тех, которые в ближайшие столетия могут сблизиться с Землей. Наверняка опасных, то есть про которые мы знаем, что удар произойдет, сегодня неизвестно ни одного. Астероид Апофис. Это о нем говорили весь 2012 год, обсуждая предстоящий конец света по календарю индейцев майя. А вот сегодня почти не вспоминают. Его славу, что называется, украл Чебаркульский метеорит. Между тем, Апофис никуда не делся. Он по-прежнему представляет наибольшую реальную опасность для нашей планеты. Это не малыш, как челябинский астероид. И вот последние наблюдения показывают, что вероятность и вот падение даже возрастает. То есть, ну, это, вероятнее всего, конечно, связано в первую очередь с тем обстоятельством, что орбита его достаточно плохо определена. Невымышленные ученые уверены, гораздо больше шансов, что Земля может погибнуть из-за звезды по имени Бетельгейзе. Несмотря на юный возраст, всего 10 миллионов лет она готова превратиться в сверхновую. И это возможно лишь при колоссальном взрыве, к которому Бетельгейзе готово. Расстояние до звезды Бетельгейзе 640 световых лет. Самый быстрый космический аппарат «Войджер-1» сможет преодолеть это расстояние за 9 триллионов земных лет. Бетельгейзе, которая сегодня выглядит просто яркой звездочкой, превратится в колоссальное свечение фонарь, ярче Луны, ярче нескольких полных лун. Вот при полной Луне мы легко гуляем ночью, даже, говорят, читать можно. Тексты при взрыве Бетельгейзе фотографировать можно будет по ночам без вспышки. На нашу планету обрушится чудовищный поток радиации, говорят эксперты. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. В течение ближайших десятков тысяч лет она взорвется. Но это может произойти и завтра, и через 5 тысяч лет, и через 10, и даже через 20. Еще одна угроза из космоса – спутники, запущенные самим человеком. Около 200 аппаратов ежегодно выходят из строя и сводятся с орбиты. Большая часть падает на Землю, и не всегда этот процесс удается контролировать. На Канаду упал наш спутник, шпион морской разведки, Космос-954 с ядерной энергетической установкой и радиоактивное заражение местности. Тогда Советский Союз выплачивал цифровую репарацию. Ученые признаются, даже точную траекторию падения искусственных спутников удается вычислить далеко не всегда. Что уж говорить о метеоритах. Какими бы гигантскими они ни были, спрогнозировать их поведение практически невозможно. Специалисты разводят руками. Даже если привести в порядок все обсерватории и построить новые, наблюдения с Земли не спасут человечество. С распадом Советского Союза большие телескопы просто отошли в другие страны. У нас сейчас, на сегодняшний день, фактически, нет возможности проводить наблюдения астероидов в оптическом диапазоне, где они могут быть наблюдаемы до входа в атмосферу. Контролировать пространство вокруг планеты необходимо полностью. Все 100% неба, утверждают ученые. Недостаточно, если лишь одна сверхдержава решит установить контроль над своей территорией. Погубить все живое на планете метеорит может, и упав на соседнее государство. Объект падает на территорию, там не угодно мне государство, но я могу первое, что просто промолчать. Если я обладаю этой информацией, монопольной, то есть вопрос, опять же, владения информацией об этих астероидах, это становится уже стратегической информацией. По независимым оценкам, система контроля за астероидами может появиться в течение 7 лет. Для этого потребуется порядка 10 миллиардов долларов. Успех проекта возможен только в одном случае, если деньги выделят все страны, заинтересованной в безопасности жизни на планете Земля. В нашей стране предполагается по космической программе построить планетный локатор, который будет облучать стероиды. Дальше отраженный сигнал регистрироваться радиотелескопами, то есть точно будет определено место встречи с Землей. До сегодняшнего дня зафиксирован лишь один случай в истории человечества, когда население было предупреждено о предстоящем падении метеорита. Несколько лет назад в Северной Африке упал метеорит размером, наверное, метра от 20 до 50. И о его приближении администрация США предупредила за 24 часа. Предупредить успели, предотвратить не удалось. Так что же делать с угрожающими Земле астероидами? До недавнего времени выход предлагали только писатели-фантасты. Теперь их рассуждение увезти астероид с опасной орбиты или разрушить его не кажется такими уж нелепыми. Первый вариант наиболее перспективный. По мнению ученых, достаточно небольшого аппарата с мощным двигателем, чтобы в условиях невесомости увезти астероид от Земли. А вот с вариантом разрушения дело обстоит куда серьезнее. Ученые пока только робко предполагают, как защититься от космической угрозы. И как вариант предлагают военным приручить опасные небесные тела. Вот здесь могут помочь специалисты по ракетной технике. Если на каждый опасный астероид посадить радиомаяк, сравнительно небольшой и дешевый прибор, он поможет нам следить за траекторией полета. Так же точно, как радиомаяки на самолетах помогают диспетчерам ориентироваться по ним в пространстве. На сегодняшний день не существует оружия, мощности которого хватило бы, чтобы разрушить астероид. Атомная бомба тоже не выход. Это скорее будет неприятная перспектива. Мы не можем распылить крупное тело путем взрыва на такие вот мельчайшие, не грозящие нам опасностью кусочки. Мы его разрушим на несколько, на несколько десятков челябинских астероидов. Это будет несколько десятков непрогнозируемых падений. И чем они закончатся, сегодня можно только гадать. Эксперты не сомневаются. Многие страны охотно взялись бы за разработку бомбы, которая по своей мощности в десятки или сотни раз превышала бы термоядерную. Ведь под прикрытием программы по борьбе с астероидами можно беспрепятственно финансировать создание сверхмощного оружия или даже систем базирования ядерного оружия в космосе. Зная, что какое-то космическое тело будет проходить вблизи Земли, вот можно направить туда какой-то аппарат, который двинет его в другом направлении с таким расчетом, чтобы она ударила в назначенное место на планете Земля. Ну, например, если они хотят устроить такую атаку против России. При этом пострадавшая сторона, утверждают эксперты, никогда не сможет узнать настоящего виновника космического конфликта. Доказать, что это сделали США, будет невозможно, а удар будет, и последствия будут тяжелые. Доктор военных наук Константин Тивков уверен, создание системы тотального слежения за космосом, а тем более новых космических вооружений, приведет к переустройству всего мира. Под предлогом спасения человечества от вымирания могут быть освоены колоссальные бюджетные средства. И это весьма лакомый кусок. Особенно для оборонных корпораций и коррумпированных чиновников. Сегодняшняя элита метеорную угрозу использует в качестве пиар-предлога для отвлечения внимания масс от социальных проблем. Это преступление действующей политической элиты. Не только глобальной, транснациональной, но и национальной. США, Европы и России тоже. Но космическая угроза уже не призрачная, а вполне реальная. Человечеству нужен запасной вариант. Пока их всего два. Остаться на Земле и создать надежную защиту от космической угрозы. Или освоить другой мир. Основать собственную колонию на другой планете. И первый, и второй варианты пока только проекты. И они требуют огромных затрат и финансовых, и человеческих. Однако экспертов тревожит другое обстоятельство. Создание средств защиты от астероидов может привести к гонке космических вооружений. А поиск запасного плацдарма для жизни глобальной драки за место на другой планете. В обоих случаях итог один. Новый военный конфликт. Значит, надо искать еще варианты. Смотрите далее. Приметы и суеверия. Откуда они появились? Нам очень многие вещи кажутся. То, чего не происходит. Люди искусства, они особенные люди. Откуда появились главные приметы и суеверия нашего времени? Это еще и способ манипуляции. И кто делает на этом миллионы? Все телефоны начинают дико глючить во время презентации новых моделей. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Недавно Барак Обама участвовал в одном популярном ток-шоу. В прямом эфире президент США признался, он суеверный человек. Оказалось, у главы Америки есть своя счастливая примета. Накануне важных выступлений и встреч он обязательно играет в баскетбол. Это настолько значимый для Обамы ритуал, что его помощники всегда возят с собой корзину с мячом. Так как же появляются приметы? Это предрассудки или результат объективных наблюдений? А что, если приметы вообще кто-то придумывает с определенной целью? Известно, что все приметы создают люди. А значит, не стоит их принимать как руководство к действию. Эксперты уверены, на суеверных людях можно построить весьма выгодный бизнес. Чем больше страхов появляется у одних, тем больше зарабатывают другие. Примерно 70 на 30. То есть 70% людей в той или иной степени не утруждают себя с мыслением социальных, личных, интимных процессов, а ищут готовые ответы. И примерно 30% готовы в любой момент попытаться рационально понять, почему это происходит. История успеха одного артиста цирка началась именно с того, что он не поверил в самую распространенную в России примету. Дорогу ему перебежал раненый котенок. Мужчина пожалел бездомного и подобрал. Вот тебе примета. Пройди мимо. Равнодушный человек. Пройди. И все. Потеряешь свое счастье. Мойенький котенок, он мне дал идею. Давай работать с кошками. Прославленному театру кошек Юрия Куклачева скоро исполнится 25 лет. С тех пор артист сам решает, что и какая примета означает. Он уверен, кошка перебегает дорогу к удаче. Так что же такое приметы на самом деле? Кто больше всех подвержен суевериям? И стоит ли в них верить без оглядки? Все приметы можно разделить на какие-то реальные приметы, которые мы в процессе жизни накопили. И, наверное, какие-то фантазийные приметы, там, не знаю, про черных кошек или там, про летящих аистов. Ученые настаивают. Надо четко отделять фантазию от реальности, а ложные приметы называть суевериями. Актриса Анастасия Мельникова сегодня с улыбкой вспоминает время, когда она боялась разных предзнаменований. Когда-то, когда я была маленькая, дома как-то так было. Черная кошка перебежала, ключи не положи, этого не делай, того не делай. И потом какую-то секунду я остановилась и, читая Библию, про себя подумала, девочка моя, ты в церковь ходишь или в приметы веришь? Знаменитый телеследователь признается, от глупых предрассудков ее избавила вера в Бога. Это какие-то предрассудки, которые мы сами себе придумали и сами себе устроили лишние сложности. У меня и так проблем в жизни хватает, мне больше не надо. Опытный летчик Вадим Базыкин никогда не игнорирует приметы. Он уверен, северянам опыт предков не только помогает жить, но и нередко спасает от смертельной опасности. Действительно, там собака катается, то я, наверное, не полечу на севере, потому что я знаю, что это к метели. Также, если ветер на нашем севере, восточный, это к снегу, если западный, это просто к метели. Профессиональные приметы складываются из повседневных наблюдений и простой логики, отмечают специалисты. Скорее всего, через какое-то время люди и не вспомнят, как они появились, но все равно будут им следовать. Как только вертолет заправишь с вечера, утром приходится скачивать топливо, что либо груза много, либо пассажиров много. Ну, вот такие приметы. Очевидно, что суеверия никогда не появляются просто так. Одним они приносят душевное спокойствие, для других это гарантия безопасности. А что, если появление новых примет чей-то хорошо продуманный замысел? И его автор преследует абсолютно материальную цель. Есть такая примета, что ни в коем случае нельзя, чтобы разбило зеркало, так нечастью. В средние века зеркало было одним из самых дорогих вообще аксессуаров. Знаменитое поверье «Женщина на корабле – быть беде». Что это? Выдумки моряков? Историки считают, что истоки этого суеверия следует искать в эпохе великих географических открытий. Воздержание моряков в долгом плавании – вот истинная причина этой плохой приметы. У женщин они плохие. Просто я думаю, что все-таки от того, что женщина на корабле разобщает мужчин между собой, в этом виноваты в основном мужчины. Многое изменилось за несколько веков со времен открытия Америки. А поверье про женщину на корабле живет. Говорят, приметы вообще редко умирают. Вот как-то приучились с детства, да, вот соль просыпалась, помню, всегда мама говорила, «Все, к ссоре, обязательно кто-нибудь ссорился». До сих пор вот берешь щепотку соли, обязательно через левое плечо бросишь, плюнешь три раза. Соль тоже в древние времена был очень дорогой как бы такой кухонный аксессуар, который был тоже признаком богатства. И если человек просыпал соль, тем самым вызывал гнев хозяев. И, конечно, потенциально это была ссора и конфликт. Суеверие как способ достижения собственной выгоды. Те, кто умнее, манипулируют теми, кто невежественнее. Даже в наши дни этим успешно пользуются крупные корпорации. Безотказный способ обогащения. Легендарный программист и бизнесмен Стив Джобс. Казалось бы, человек с математическим складом ума уж точно не должен поддаваться предрассудкам. Однако доподлинно известно, основатель корпорации Apple на важной презентации и выступлении всегда надевал свою счастливую одежду. Черная водолазка Сен-Круа, джинсы Левайс 501 серии и кроссовки New Balance. Все три бренда отлично заработали на суеверии Стива Джобса. Целые промышленные корпорации фанатично соблюдают правила магии чисел. Например, на серийных номерах китайских электронных устройств вы не найдете цифру 4. В Поднебесной это знак смерти. Зато везде штампуют восьмерку символ счастья и бесконечности. На многих телефонах всегда выставлено на рекламных снимках одно и то же время в 11.35 потому что именно в 11.35 был совершен первый в мире звонок с телефона с мобильного, который был телефоном Моторола. Приметы для современных гаджетов в основном придумывают производители и продавцы, чтобы получать прибыль. Иногда, правда, и сами гаджеты подсказывают своим пользователям, как правильно себя вести. Есть подтвержденная опытом годами примета смешная никогда не говорить в присутствии своего айфона о том, что ты хочешь купить новый, потому что он тут же у тебя начинает ломаться, глючить. Это примета доказана всеми. Не может такого быть, скажете вы. Может. Правда, не так давно выяснилось, что это не совсем примета, а результат своеобразной сляжки производителей гаджетов за своими клиентами. Эксперты утверждают, существуют специальные приложения, которые распознают определенные кодовые слова. Сигнал поступает на центральный сервер компании. Запускается программа, и ваш мобильник или планшет начинает глючить. Все телефоны, очень многие айфоны, айпады начинают дико глючить во время презентации новых моделей. То есть ты просто смотришь презентацию, и у тебя ломается телефон, а ты покупаешь себе новый. Впервые об этих технологиях заявили историки спецслужб. Разумеется, такие приемы маркетинга незаконны, а потому тщательно скрываются компаниями-производителями. Психологи утверждают, суеверием больше других подвержены женщины, нередко творческие личности. Я по профессии актер, творческий человек, но, честно говоря, приметам не верю. К примеру, если перед спектаклем падает текст роли, я никогда не сижу на нем, чтобы избежать негативных последствий. Но, не скрою, не раз наблюдал, как это делают некоторые мои коллеги. И все-таки интересно, почему именно творческие люди, особенно женского пола, считаются самыми суеверными. Эстрадные певицы, бывшие солистки легендарной группы «Мираж» Маргарите Суханкиной как никому больше подходит определение суеверный человек. И женщина, и творческая личность. Верю, кстати, в приметы, когда что-то забыл дома, не люблю возвращаться. Вот у меня срабатывало, что я возвращаюсь, и потом у меня встреча какая-нибудь не получается. Или что-нибудь на концерт я приезжаю, и как-нибудь не так он идет, как я задумала. Актриса Дарья Юргенс признается, ее с детства приучали быть суеверной. Птица залетит в окно к смерти, вынести мусор ночью денег не будет. Дальше больше. Когда девушка поступила в театральный, коллеги тут же подкинули еще целую горсть новых творческих примет. Есть такое место, угол Белинского и Литейного проспекта, там есть угол, который крытый. Вот его можно срезать, тогда ролей не будет. Вот у нас такая была примета. Российский артист эстрады Геннадий Хазанов признался, был и у него случай, когда он тоже никак не мог совладать с одним суеверием. У меня есть скажем, такое правило, я лет двадцать не выходил на сцену Лужников, хотя до этого работал там на этой сцене, когда это был дворец спорта, очень много. И вот оказавшись совсем недавно на этой сцене, мне нужно было выходить к микрофону, я стоял за кулисом, и сказал, нет, нет, я отсюда не пойду. Я обошел сцену и вышел с той стороны, с которой я всегда выходил. Легендарный питерский мент Толя Дукалес, он же популярный актер Сергей Селин, настоящий знаток различных примет. Категорически нельзя на съемочной площадке грызь семечки. Это плохая примета, значит, ты на приводистке относишься к процессу. Психологи не сомневаются, вера в приметы всегда связана с повышенной тревогой за успех. И больше всего он важен для публичных людей, актеров, спортсменов, певцов и художников. Да, мы в какой-то момент становимся суеверными и верим в какие-то приметы и всячески стараемся оградить себя от каких-то моментов, потому что в силу того, что мы такие очень восприимчивые, нам очень многие вещи кажутся, то, чего не происходит. И, в общем-то, люди искусства, они особенные люди. Исследователи давно заметили, в смутные времена вера людей во всякого рода мистику значительно возрастает. И это главная характеристика экономического и психологического состояния общества. 20 лет ума нет и не будет, 30 лет жены нет и не будет, 40 лет богатства нет и не будет. То есть стандарт здесь был прописан. Сегодня все резко меняется. Сталкивается культура, сталкиваются цивилизации, жизнь становится вообще непонятной. Герой России, летчик-испытатель и космонавт Магомед Толбоев никогда не страдал зависимостью от примет, даже профессиональных. То же самое он внушает и своим ученикам, начинающим летчикам. Приметы это дело слабых, которые хотят верить в каком-то случае, там через третий плечок кинт, там стукнуть по столу, по дереву. Но мы же научные люди, мы же настолько образованы, уже некуда. Поэтому какие приметы? Выскажу свое мнение. Если всего бояться и всему верить, можно вообще не выходить из дома. Психологи рекомендуют, чтобы избавиться от преследующего суеверия, попробуйте просто разобраться, как и откуда появилась пугающая вас примета. Не исключено, что вы даже узнаете имя ее автора. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Кто на самом деле поднял знамя победы над Рейхстагом? Диктатор и святая. Просил ли Сталин Совета у Блаженной Матроны? И самые страшные мифы о Жире. Субтитры создавал DimaTorzok